Новая марка Эволют, что планирует завалить Россию электрическими моделями липецкой сборки, старательно избегает мероприятий, где могут появиться профильные журналисты и задать какие-нибудь сложные вопросы. Поэтому Эволют стремится получить доступ к ничего не подозревающей публике напрямую. Сначала машины коротко засветились на открытии большой электрозаправки, затем на форуме таксистов, а в самом начале сентября — на московском велопараде. И трудно представить, какое мероприятие будет следующим. Между тем, дилерский центр «Авилон» начал приём заявок на российские электрокары. Больше всего продавец планирует пристроить седанов «Айпро», который представляет собой китайский «Дунфэн» Эолус И-70. Это одноклассник Хёнде Лантры Гео Церрата, которому полагается один электромотор мощностью 163 л.с. Батарея имеет ёмкость на уровне 53 кВт-ч, которых хватит примерно на 400 км рассчитанных по устаревшему циклу NADC. Предварительная цена такой машины — неполные 3 млн. рублей. Но можно воспользоваться льготной программой кредитования, и тогда государственная субсидия составит 925 тыс. рублей. Итого чуть меньше 2 млн. целковых. Прародителем минивэна «Эволют» iVan выступил Дунфэн Линджи EV. По странной логике, семейная заднеприводная машина имеет менее мощный двигатель, чем более лёгкий седан, а стоит на добрых 600 тыс. дороже. И никаких субсидий. Ту же сумму решено просить за переднеприводный кроссовер «Эволют» iJoy, в котором знатоки поднебесного автопрома непременно признают DFSK Glory E3. Его единственный мотор, расположенный спереди, развивает 176 сил. Текущие запасы продавца невелики. У него есть 180 седанов, 92 кроссовера, а минивэнов вообще только лишь 15 экземпляров. Старт продаж назначен на вторую половину осени. Хотя первые автомобили клиенты смогут забрать через неделю-другую. О самой марке стало известно только весной. Тогда российский Минпромторг, администрация Липецкой области и компания Мотор Инвест подписали специальный инвестиционный контракт, который предусматривает выпуск электромобилей. У Мотор Инвеста есть собственный завод под Липецком, где прежде пытались делать внедорожники Ховер и кроссоверы Чаняй. Долгое время конвейер простаивал, а сейчас, как видим, освоил сборку аккумуляторных китайцев. О реальной локализации дело сейчас, скорее всего, не идёт. Затем обещана полноцикловая сборка плюс производство отдельных компонентов. Но всё это, разумеется, будет иметь смысл только при уверенном спросе.